Допрос пострадавшей по громкому делу секты Атажалы прошел за закрытыми дверями. Судья промышленного районного суда не разрешил нашей съемочной группе ввести видеозапись. Но на слушание нам все-таки удалось побывать. Потерпевшая заявила, что жертвой себя не считает. Напомню, супруг женщины погиб во время одной из паломнических поездок в Казахстан секты Атажалы. Поездки по так называемым святым местам сопровождались специфическими ритуалами. Адептов секты уверяли, организаторы, некоторые одаренные, могут исцелять. Это при том, что на самом деле люди не имели медицинского образования и соответствующей лицензии. Силой по легенде обладали и так называемые места предков. С колодца берите воду. Воду будьте пользоваться. Болячком, вот этим всем можно это мазать. Внутренние заболевания, которые кишечные, поджелудочные. Любое внутреннее помогает заболевания. Конечно же, за каждый ритуал нужно было заплатить. Общий материальный ущерб от секты пока неизвестен. Но несложно предположить, что это немалая сумма. Ведь последователями псевдорелигиозного объединения стали более тысячи оренбуржцев. Строилась по типу и подобию пирамиды. Все знают, что такое пирамида. То есть члены, вновь поступившие члены данной секты, должны были привезти в эту секту еще своих знакомых, близких. Только у женщины, которая проходит по делу потерпевшей, в объединении участвовали покойный муж и мать. Даже в зале суда от своих воззрений она не отреклась. Ну, на то время сегодня, понимаете. Я, чем, например, ходить по парам, лучше по чистым местам походить. Свои обряды и церемонии объединение проводила в так называемых ордах – целительных центрах. В этом частном доме находилось одно из таких мест. Соседи говорят, что жаловались на них не один раз. Переживали, что огненные обряды приведут к пожару. В воскресенье или какой-то день такой, прям газельки полные приезжали. И так люди приезжали, много-много машин. Там на дороге ставили, здесь, говорю, около меня ставили. Сколько раз приходилось вот ругаться. Рассмотрение уголовного дела может занять не один месяц. Только материалы содержат более 30 томов. На слушаниях предстоит допросить в качестве свидетелей 140 человек. Анастасия Матвеева, Виктор Яковлев. Новости дня.